Во время конфликта на Северном Кавказе из Чувашии в этот регион отправились почти 7 тысяч человек. 156 из них остались там навсегда. Сегодня в Парке Победы открыли монумент воинам, погибшим в локальных конфликтах. Мы подвергались обстрелам, но в то же время не прятались, отстреливались. Вот это первое потрясение, когда мне было 18 лет, и я еще, можно сказать, девчонку-то не целовал, а тут меня стреляют. Вот это были мои первые потрясения. Такими же мальчишками, как Павел, были тогда и те, чьи имена теперь высечены на мемориальных досках. Их родные говорят, праздник со слезами на глазах – это не только День Победы. Неоднократно матери тех, кто погиб, сражаясь в горячих точках, обращались с просьбой увековечить память воинов. И вот монумент готов. Случилось так, что мы здесь живые, а наши боевые друзья и ваши дети остались там на всю жизнь. Но мы гордимся вами, наши родители, что вы воспитали таких сыновей, что мы гордимся ими. Нужен памятник не тем, кто не вернулся с войны, а живым, чтобы уроки истории не забылись и не прошли даром. Иначе украинский сценарий утверждают те, кто пришел сегодня в мемориальный парк. У меня в Симферополе живет сестра. Ей уже 83 года. 63 года там она живет. Там у меня и тетя жили, там все. Там у меня два племянника. Я считаю, что это преступление именно 21 века. Ну так, это вторая хатынь. Потому что сейчас уже говорят о том, что наши, которые защищали Россию, СССР раньше, они говорят, что мы боялись больше не фашистов, а боялись больше бандеровцев. Пока в соседней стране памятники разрушают, в России будут их открывать. И это тоже поддержка нашему братскому народу, отметил глава республики. Молодое поколение, наши внуки, внучки, наши дети приходят сюда, видят вписанные фамилии, которые погибли в их родословии. Это имеет очень значимое воспитательное, духовно-нравственное значение. Я благодарен всем тем неравнодушным людям, благодарен тем, кто оказывал спонсорскую помощь. Мы делали эти благие дела, и мы будем делать. Поблагодарили живых, почтили память погибших. Самое главное, чтобы никаких имен вписывать больше не пришлось. С этим умыслом места для новых фамилий решили не оставлять. Ольга Пырочкина, Евгений Анисимов, Республика.